Четвертая глава пророка Малахии в моем переводе, последняя глава последней книги малых пророков, хотя слово «малый» здесь не очень точное, это короткие книги, но они совсем не маленькие по своему значению. И эта книга буквально введение в Новый Завет. Четвертая глава уже совсем на пороге Нового Завета стоит, последняя и хронологически Малахия из всех так называемых малых пророков. И он говорит, в третьей главе он эту тему ввел о дне Господа, о том, когда приходит Господь, перед ним приходит его вестник, чтобы приготовить ему дорогу. Это, конечно, в самом начале цитируется и в Евангелии о Иоанне Крестителе, об Иисусе. Ну и здесь слова, которые звучат довольно резко и которые, конечно, в Новом Завете будут тоже не просто цитироваться, а в каком-то смысле значительная часть Евангелия будет комментарием на эти слова Малахии. Вот как же оно на самом деле произошло. «Вот грядет день, пылающий как печь, нахальные и злодеи с соломой станут и погубят их грядущий день», — говорит Господь воинства. То есть все сгорит. «И день как огненная печь, вот этот самый день пришествия, которого, может быть, ждут с энтузиазмом, ждут как день триумфа Израиля, как день какого-то счастья, благополучия, но на самом деле день испытания. Он не оставит им ни корня, ни кроны, но взойдет для вас, боящиеся имени моего солнца правды, исцеления в его лучах». Солнце правды надолго станет одной из главных метафор для обозначения Христа. Здесь, наверное, еще нет какой-то вот такой ясной мессианской фигуры. Солнце правды, как какой-то отдельный человек. Но а как оно взойдет? Для людей ведь все через других людей приходит. Для людей нужно, чтобы кто-то пришел, что-то сказал, что-то сделал. И вот это солнце правды, видимо, об этом здесь и говорит. «И будете подобны тогда тельцам, что из загона выбежали и копытом бьют. Будете попирать нечестивых, они станут пылью под стопами ваших ног». Конечно, победа над нечестием, она подразумевает и такой триумф праведников, когда они вот буквально их растаптывают. Это все-таки ветхий завет, я так говорю, на пороге нового, но еще не новый. И здесь такая жесткость, она тоже есть. «В день, который я творю, говорит Господь воинство». То есть этот день пришествия не просто назначен, он не просто однажды произойдет, наступит, но Господь его творит. Он как бы собирает этот день не из минут и секунд, конечно, но собирает его вот из всего, что происходит в этом мире. Он строит. История не просто некоторый процесс событий, внезапно происходящих и произвольных, но для библейского сознания история – это строительство некоторого дворца, строительство Царства Божия. И вот этот день, конечно, это не просто хронологический рубеж, не просто час икс, но это некая новая реальность, новая реальность, которая в свое время наступит, и эту реальность надо созидать, и Господь это постепенно делает. «В день, который я творю», – говорит Господь воинству. «Помните закон Моисея, слуги моего, который я заповедовал на Хариве для всего Израиля, правила и установления». Ну, такое вот странное вдруг к концу книги, а что, они не знают, что надо соблюдать закон Моисеев? Вообще-то весь Израиль на этом держится. Ну, наверное, теоретически, может, и помнят, на практике нет. И здесь еще, еще же Ветхий Завет, да, еще Новый Завет не начинается. И вот закон Моисеев – это самое главное. Потом в Новом Завете прозвучит, что если бы они верили Моисею и пророков, они бы и мне поверили, да, говорит Иисус. Но здесь как раз вот то самое практическое неверие. Никто, наверное, не отрицает, не говорит, нет, мы атеисты, нет, там, Моисей нам не указ. Но на практике люди отказываются от этого закона, по-настоящему не верят. И Малахи им об этом и напоминает. И именно в контексте этого Дня Господнего. То есть закон Моисеев не просто наследие предков, не просто там кодекс поведения. Это ровно то, что позволяет встретить этот день. Ровно то, что позволяет найти в нем свое благое место. И дальше слова, которые потом к Иоанну Крестителю отнесут. «Вот я посылаю к вам пророка Илью перед приходом Господнего Дня Великого и Страшного». Почему пророка Илью? Потому что Илья вознесся на огненной колеснице. Об этом рассказано в книгах царств, как Елисей был вместе с ним, потом спустил из огненной колесницы, и пророк Илья поднялся. То есть он не умирал, он не похоронен. И есть такое представление, конечно, может быть, несколько наивное, что Илья вернется. Вернется живым, прежде чем все это произойдет. Ну и в Новом Завете, конечно, будут указывать на Иоанна Крестителя и задавать этот вопрос. Потом Христос скажет, что если вы хотите, то он и был Илья. То есть другой, конечно, физический человек не с неба в колеснице огненной спустился, но родился, вырос, вышел на проповедь. То есть Илья – это не столько личность, сколько задача, сколько роль в этой самой истории спасения, ее может сыграть кто-то иной. Пророк, который подобен Илье. А Илья знаменит не только тем, что он вознесся на небо. Илья, наверное, самый такой яростный и яркий пророк Ветхого Завета, причем от него не осталось книги. Его поступки, его изречения очень краткие. Он не произносил длинных, сложных пророчеств, в отличие от Малахии и всех пророков, оставивших книги. Они приведены в книгах царств. И здесь мы видим просто такую вот идею о пророке, который мало говорит, но много делает. И Иоанн Креститель, конечно, очень туда подходит. Который говорит мало, но резко. Который вступает в конфронтацию с властью ради идеалов. Который беседует со всем народом одновременно. То есть, который очень одинок, который несчастен, гоним. И который, может быть, не видит самого главного. Который страстно ждет наступления Дня Господнего. Тот Илья не дождался его полностью. А Илья из Нового Завета, Иоанн Креститель, дождался лишь прихода Христа. Но не увидел его триумфа в этом мире. Не увидел. И в этом смысле у них, конечно, много общего. И дальше удивительные слова. Что сделает пророк Илья? Ну, обличит во грехе, можно подумать. Наставит в праведности. Призовет людей покаяться. Дальше очень странные слова. Которыми завершается вообще вся книга 12 малых пророков. Он обратит сердца отцов к детям. И сердца детей к отцам. Чтобы придя, я не поразил проклятием землю. Это что же, наладит внутрисемейные отношения. Сердца отцов к детям. А детей к отцам. Будет заниматься таким family counseling. Как это сегодня называется. Семейной психотерапией. И это все. За этим стоило приходить пророку Ильи. Я думаю, гораздо больше. Вообще, Ветхий Завет очень семейная религия. Мы можем посмотреть. Это всюду история семей. Авраам и Сара. Их дети. Исаак и Аков. Их потомки. Которые тоже каждый имели свою семью. И это все по-разному происходило. То есть, и народ, сам израильский, понимает себя во многом как единую семью, в которой у них общие предки. Ну, так, в конце концов, и есть. И когда начинается разлад между отцами и детьми, ну, естественный при конфликте поколений, при подростковом возрасте и так далее. Вот это расчатывание всего. То это и отход детей от того ценного, что было у отцов. Это и непонимание отцами того, что происходит с детьми. И конфликт поколений – это не просто конфликт между разными возрастными группами, грубо говоря. Но это что-то такое, что разрывает общество изнутри. Это что-то такое, что не дает этому обществу, как единому организму, встретить, самое главное, встретить приход Бога. И в конце концов, Бога-то они тоже называют отцом. И это в книге Малахии сказано с такой подчеркнутой очень ясностью. Если я отец, то почтение где, говорит он от имени Бога израильтянам. Так вот, может быть, отцы и дети, вот эти отношения внутри народа, внутри общины, они в каком-то смысле копируют отношения между отцом небесным и его земными детьми, между израильтянами, верующими и Богом. И служат признаком, что не все благополучно. Если в семье разлад, раздрай и конфликт, то трудно поверить, что в этой семье живет какая-то такая хорошая и крепкая вера. Ну, просто потому, что вера, она объединяет, и она склонна уступать, а не давить. Да, если этого не происходит, то он, придя, поразит проклятием землю. Причем здесь земля? Ну, страну можно перевести. И вот люди, у которых нету этого ощущения себя, своего народа, а может быть и всего человечества, как единой семьи, они губят свою землю, свою страну, свою территорию, свою квартиру или дом, в котором они живут, ну, и свою планету в том числе. Вот мы, наверное, в сегодняшнем мире, где полно экологических проблем, где даже угрозы ядерной войны, в принципе, существуют. Я помню времена, когда она была просто очень реальной. В детстве мы просто, ну, в какие-то моменты пугались, не начнется ли война ядерная буквально завтра. Вот люди, которые не умеют ладить даже внутри своего дома, они свою планету не то, что не приведут в порядок, как маленький принц заповедовал, они ее даже спасти от разрушения, от баобабов не смогут. И, пожалуй, Малахия, первый пророк, кто так ясно и полно об этом сказал. Ну, а на этом наше чтение книги Малахии, книги 12 так называемых малых пророков окончено. Это был проект «Экзегет» и не последняя его передача. И меня зовут Андрей Десницкий, я читал свои собственные переводы. Никто удастся на угол, я скажу проеш vacation. Я anatomy, evenpreneми, младше rearrоворот fal Gonzalez. И zwar остался на ITC, но о первом eyes llamado дешевизор, и Nova Scotтостps. Иег sigue erste пугались 23 дешевизор tanks. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.